Ну, каждое утро вообще с чего начинаю? Обязательно вода с лимоном, сразу могу вам сказать, это, наверное, привычка последнего года только. После 40 лет мужику уже, знаете, это необходимость следить за здоровьем, и я это ощутил на себе. И в обязательном порядке, ну, вот я после этого, это белковый комплекс, wellness-коктейль и wellness-протеиновый комплекс. Вообще, всем мужчинам однозначно рекомендую. То есть, если мужчина хочет быть мужчиной, но ему нужен белок. Белок – это не только мясо, нужно прекрасно понимать, да, то есть, нужно дополнительно питать свой организм, потому что у большинства мужчин, увы, преобладает углеводная сейчас диета. Недавно в магазине стоял, передо мной мужик стоит, ну, парень молодой, представь, у него двухлитровая кола и три булочки. Ну, вопрос, сколько из этого белка? Нисколько, да, получается, один углевод, то есть, однозначно. И потом вопрос, да, каких детей мы будем рожать. Так что, мужики, чтобы были дети здоровые, ну, и чтобы, давай откровенно разговаривать, чтобы с женщинами было все нормально. Так что нужно белка нормального, хорошего, полноценного. Давай, Дэн, угощайся. Ну, не каждое мое воскресенье, конечно, начинается таким образом, то есть, но сегодня воскресенье деловое. Знаете, в свое время я услышал очень мудрую мысль, а с чего вы взяли, что воскресенье – это выходной день? Ну, воскресенье выходным днем кому придумали? Вот для меня это резануло ухо, реально. Еще раз повторюсь, я никоим радостом никого не хочу обидеть, но в воскресенье придумали выходным днем для рабов. То есть, рабы в воскресенье отдыхали, представляете? То есть, это, ну, история, можете перепроверить. И вы знаете, а я такой, это, по натуре иногда бунтарь. Я когда узнал об этом, я для себя сказал, что у меня и воскресенье не будет выходным днем. То есть, в воскресенье я работаю, а отдыхать, отдыхаю, отдыхать могу в понедельник иногда, в пятницу. Да, некоторые воскресные дни тоже у меня бывают такие более лайтовые, да, как называется. То есть, вот сегодня воскресенье наше будет, оно таким деловым. То есть, сейчас мы поедем на бизнес-встречу, мы будем подводить итоги прошедшего периода, составлять с партнерами планы на новые периоды, делать уже стартовую работу. Сегодня у нас будет видеозапись, прямой, точнее, даже прямой эфир на всю Россию. Ну, в общем, сегодня вы посмотрите, чем мы занимаемся в один из своих воскресных дни. Ты знаешь, вот меня спрашивают, почему BMW? Увы, я частенько говорю, я же из 90-х. Бумер, бригада. Мне кажется, все-таки это отпечаток свой наложило тоже. Особенно, знаешь, нам, пацанам, которые жили в маленьких, ну, региончиках, поселках. Ну, я получаю удовольствие от езды на этом автомобиле, это само собой. И сейчас меня вот спрашивают, какой бы вы другой автомобиль хотели, я пока не знаю ответа, откровенно. Ну, потому что меня всем устраивает. А как же, нет следующей точки по автомобилю? Ну, ты знаешь, вот, ну, например, я знаю, что есть автомобили порядком выше, да? Но я уже не вижу необходимости покупать настолько крутой автомобиль. Ну, например, у меня, ну, реально сейчас уже драйвит, мы же соцпроект один. Но я сейчас пока не буду рассказывать про него подробно. Но мне почему-то стало интересно реализовать соцпроект. Не благотворительный проект, а соцпроект. Все-таки я считаю, это моя позиция, конечно, по поводу благотворительности. Благотворительность любит тишину. Помог? Ну, рот закрой, все. Ну, и не надо там нигде афишировать. А соцпроект, это немножко другое. Вот, например, меня восхищает, как его, Галицкий, основатель компании «Магнит». Он же создал стадион детский, клуб, вернее, футбольный детский. То есть это его соц, ну, как проект. Но он его не называет даже соцпроектом, он говорит, это мой личный проект, и все. И мне нравится его позиция, он говорит, бизнес не должен заниматься благотворительностью. Это задача государства. Если государству не хватает денег, поднимайте налоги. Ну, то есть, а нам, бизнесменам, нужно, ну, соответственно, выкручиваться. Ну, то есть, вот, мне эта позиция очень близка. Если мы заговорили, да, про предпринимательство, вот, еще раз повторюсь, пример истинного предпринимательства для меня – это Галицкий. Это однозначно. Это стопроцентно и однозначно. Почему обосную? Потому что, в самом деле, не занимался, как это называется, дележом ресурсов. Стал, создал офигенную, огромную, громадную сеть. Знаешь, меня еще больше всего впечатлило? Они, вот, ну, я, по крайней мере, знаю, за последние три года каждый год открывали примерно от 800 до 1000 магазинов в год. Биталя, магазинам, блин. Я, когда задумываясь об этом, я понимаю, что каждые три дня, каждый, ой, вернее, каждый день три магазина «Магнит» открывается по России. Это же вообще, это просто уму непостижимо. То есть, это как вообще такое возможно? То есть, каким образом это возможно? Вот, меня это очень сильно впечатляет. Ну, хотя, ты знаешь, я вот могу сказать, что для сетевого бизнеса, вот, шутки шутками, но фраза «понт дороже денег» она в какой-то мере работает. Понимаешь, вот, вот хоть ты тресни. В частном разговоре разговариваешь с людьми, они говорят, ну, какая разница, какой автомобиль, какая разница, какая там, ну, и так далее. Но в любом случае, если, ну, вот, представь, да, то есть, я топовый лидер. Представь, если бы я ездил, как, кто там, Цукерберг, да, так, на поддерживаемом «Форде», Ребят, мне бы не поверили, что, ну, как сказать, что я топовый лидер. Вот, хоть ты тресни, поэтому, вот, в любом случае это обязываю. Потому что я помню в один момент, Наташа, помнишь, да, мы не обращали внимания на то, какие у нас телефоны. Помнишь, был же период, да, такой, Наташа? Был. Мы просто не обращали внимания, какие у нас телефоны. И, ты знаешь, реально, мы получали несколько раз фразы, типа, а если вы так хорошо тут зарабатываете, почему у вас вот телефон такой? Я уже не помню, какой был тогда телефон. И, ты знаешь, я понимаю, что, вот, я сейчас купил iPhone, вот этот X10 Max, да, то есть, я понимаю, что это, это мне, ну, не только потому, что мне нравится нужно, а потому, что, ну, люди смотрят, какой телефон, на какой тачке едешь. То есть, так что, сетевой бизнес, ребят, понты, они часть, часть бизнеса. Это правда. Никуда не винишься от этого. Просто единственное, что, когда, есть понятие «быть и казаться», да, то есть, когда казаться слишком пере-пере-пере-это, пере-как это, Наташа, сказать-то? Перешкаливает. Перешкаливает, вот, да. То есть, это уже перебор, конечно, потому что, ты знаешь, когда смотришь там в соцсетях, да, у человека, ты понимаешь по его лицу, что он далеко не зарабатывает серьезных денег, а по постам и по фотографиям показывается, что он там крутой предприниматель, ну, вот это и, наверное, немножко дает негатива восприятия к сетевому бизнесу. Ну, сегодня у нас много будет таких умных изречений. Давайте я, наверное, что-нибудь повеселее буду рассказывать, пока иду в машине. О, кстати, я знаю, что самая любимая рубрика – это рубрика про неудачи. Ну, в общем, смотрите, ребят, чем меня вдохновляют вот такие, ну, вот Москва-Сити, например. Вот видимая часть, мы ее видим, да, а вот сколько этажей вниз идет фундамент? Это же невидимая часть. И тут вопрос еще, да, то есть, наверняка, если сейчас это видео смотрят строители, они скажут более детально, сколько времени занимает заложить вот этот вот фундамент под такую конструкцию, да, времени, энергии, сколько денег, в конце концов, на это уходит. И без этого невозможно построить вот эту видимую часть конструкции. Вот так же в любом деле, абсолютно в любом. И в сетевом бизнесе то же самое. Есть видимая часть, вот этот автомобиль, это видимая часть, да, то есть то, в каких домах мы живем, наше путешествие, наши одежды, наши банковские выписки – это видимая часть бизнеса. А есть невидимая часть, то те действия, которые привели к этому. Вот сегодняшняя работа, например, это вот как раз вот закладка фундамента уже новых результатов. Да, через некоторое время люди увидят и, может быть, кто-то скажет, да, то есть им повезло, они там раньше начали, ну, может быть, кто-то так скажет. Но я знаю, что грамотные люди, они прекрасно осознают, прекрасно понимают, что к этому вели конкретные невидимые, невидимые в кавычках действия. Вообще, по поводу питания, да, могу сказать, сейчас мы перешли на полностью, вернее, я перешел на полностью на ПП питание, потому что Наталья-то, она всегда в этом была. И сейчас я заказываю, не буду рекламы никакой делать, и даже не пишите мне в комментариях, где я заказываю еду. Ну, в общем, мне привозят шестиразовое питание на день, то есть кроме воскресенья, получается, с понедельника по субботу у меня шестиразовое питание, полностью БЖУ, белки, жиры, углеводы, все рассчитано по колоражу. Мне это очень нравится, Наташа, я думаю, тебе тоже нравится, да, Наташа говорит, кайфово, потому что не нужно сейчас заморачиваться, готовить, но это шесть разных блюд, да, в течение дня, то есть это тоже куча времени, нафиг оно надо. А в воскресенье, в воскресенье мы идем куда-нибудь завтракать, ну, например, да, то есть у нас есть рядом с домом несколько хороших заведений, где мы завтракаем в воскресные дни, ну, и, соответственно, там обедаем и ужинаем. А сейчас, вот, например, когда мы едем в офис работать, то есть мы тоже заезжаем по традиции и завтракаем в одном месте, без рекламы. Это мой любимый самый принцип – выиграл-выиграл. То есть есть четыре сценария жизни. Первый сценарий – проиграл-проиграл. Ну, то есть это, знаете, как сценарий, вот я его говорю в сетевом бизнесе, он так выражается. Вы, например, провели человеку презентацию, а человек вам говорит, ага, я зарегистрируюсь, ты будешь деньги зарабатывать, вот тебе, хрен. То есть я не буду зарабатывать, но и тебе не дам возможность заработать. Ну, обычно вот такие люди, которые живут по такому принципу, это принцип проиграл-проиграл, они обычно не преуспевают вообще нигде, ребят. Ну, это давно уже замечено. Второй сценарий жизни, по которому живут очень многие, и я раньше так жил, это сценарий «проиграл-выиграл». Что это значит? Это когда ты ходишь на нелюбимую работу, тебя не устраивает твой заработок, доход, ты проигрываешь, а выигрывает твой босс, твой начальник. То есть получается сценарий, ты проигрываешь, а кто-то другой выигрывает. Есть третий сценарий жизни «выиграл-проиграл». Это, ну, обычно я называю это аферисты, лохотронщики, ну, сволочи. Это люди, которые четко, прекрасно понимают, что, например, они дурят каких-то людей, то есть они в позиции «выиграл», а других, ну, по барабану им что-то с другими. И есть третья позиция взаимодействия «выиграл-выиграл». То есть это когда ты думаешь не только про свой выигрыш, но еще про выигрыш, то есть партнера, либо того человека, с кем взаимодействуешь. Так что вот я сторонник сейчас придерживаться принципа «выиграл-выиграл». Тогда будет все правильно. Я вот почему еще не делаю рекламу? Я знаю, что на многих людей могу повлиять, и не всегда, может быть, мой выбор, он правильным оказывает. У людей же есть мозги, они же могут выбрать спокойно. Увы, не у всех. У меня нет задачи воспитывать, человек только сам может все воспитать, видишь? Но тут, как сказать, не навреди. Вот это вот очень важный момент, не навреди. Поэтому, как сказать, я даю четко только те жесткие инструкции, в чем я 100% уверен. Ну, понятно, да, идея? Да, то, что железно работает. Тебе просто привет. Тебе особенный привет. А тебе пламенный, видимо. Нет, мне просто сказали. Ничего не сказали. Мы рабочие вопросы абсолютно. Алкоголь я не пью уже два с половиной года. И это не так, что, как бы сказать, я хочу, а себя сдерживаю и не пью. То есть просто не хочется, не тянет. И удивляюсь, почему раньше пил. Но суть не в этом. А кофе, кофе я люблю очень кофе. Очень. Американо, чистый, без молока и сахар. И поэтому я сейчас заказал латте, которое не допил наполовину. Вот, так что это вопрос, да, был? Это наш пунктик. Я, Наташа, всегда дверь открываю. Всегда. Вот. Кроме Наташи никто не может открывать вот так дверь. Так, мы идем сейчас в офис компании Reflame. У нас раз в три недели здесь проходит встреча с командой ключевых бизнес-партнеров Московского, ну, Москвы. И, ну, сами все увидите, что мы здесь делаем, именно когда завершаем один отчетный период и когда у нас начинается новый отчетный период. Здрасте, здрасте. Здрасте, привет, Саша. Привет, дорогой. Привет. Здрасте, Эдуард. Здрасте, очень приятно. Здрасте. Александр Любимов. Один из наших старших менеджеров пока еще. Да. В открытой квалификации директор. Два офиса у Reflame. Это один из здесь. Второй на Соколе. Есть производственный центр логистический в Ногинске находится. Один из самых крупнейших в Европе. Кстати, они выпускают помады для всего мира компании Reflame. Вот мы сейчас были в Швеции, в Стокгольме. И там, ну, в магазине, да, в главном магазине мы видели помады Mada in Russia, ну, то есть в Швеции. И эта же помада там стоит почти в три раза дороже, чем она в России. Ну, то есть у шведов очень грамотная, ну, я имею в виду именно у Reflame, грамотная политика в этом плане. Они цену на продукт устанавливают в зависимости от платежеспособности населения. Продолжение следует... Ну, я обычно витамины пью. Это тоже Reflame, кстати, Wellness. Астексантин черной таблетки, это Омега-3. Это получается у нас витаминный комплекс. Вообще пью по, знаешь как, интуитивно. Беру, то есть вот сколько берет рука. В среднем где-то 3-4 капсулы астексантина и 6-8 капсул Омеги. Это стопроцентно однозначно каждый день. Вот вчера я у Марго делал, Полежаевой прямой эфир был. И я там, ну, мне задала Марго вопрос, кто такой наставник успешный. Вот я тогда сказал, требовательность чуткость. Знаете, какой вопрос я получил? А что такое чуткость? Вот, я думаю, понимаете, и опять здесь хотим шаблон получить. Так, чуткость это, запишите, первое, да. Нужно каждое утро в 8.00 написать человеку, что там. То есть доброе утро, да, то есть получается. Вот, ну, опять, да, под шаблон вот все идет, да. То есть, так, напоминалка жене сказать, я тебя люблю. Все, подошло, я тебя люблю. Да, то есть, все. Ну, это, конечно, лучше, чем, ну, без ничего. Ну, вы поняли мое сейчас ерничество, да, то есть. И мы на самом деле с Наташей очень много занимаемся самообразованием. Много. Много это, ну, для нас в нашем графике это много. Меньше часа нет ни одного дня, от часа до трех часов. Ну, что такое самообразование? Это и книги. Ну, вот смотрите, утром я встаю, я читаю книгу. Понятно, да, идея? То есть это вот, ну, сто процентов. Перед сном обязательно, это моя любимая даже фраза, лучше ускнуть с книгой в руках, чем с ерундовскими мыслями в голове. То есть это однозначно. То есть пускай, вот ты устал, капитально устал. Минуту почитай хотя бы. То есть, понимаешь, да, в чем дело? Лучше проснись с опрокинутой книги в твоей кровати, ну, либо на тебе. Но это будет лучше, потому что все равно это то последнее, о чем думал твой мозг. Это очень будет. У тебя какой личный товарооборот? 768. Охренеть. Круто, круто. Круто. Много времен тратишь на организацию личного товарооборот? Нет. Нет? Нет. Без кофессии не только. Блин, Анжелек, я ведь помню, или я что-то ошибаюсь, то есть у тебя вообще геморрой был по ЛТО-то раньше. У меня? Да. Нет? У меня с первого каталога было 150 баллов. Сразу? Конечно. Я что-то путаю, да? Да. А, сарьян. Я тебя с кем-то путаю, значит, прости. Сразу. Мне сказали, что 150 баллов надо делать. А ты 150 делала с клиентами или как? Ну, училась, да. Училась, да? Да. Круто. Сейчас Анжелика запускает очень крутой проект со своей командой менеджеров, да, я так знаю, на 16-17 каталог. Давай мы сейчас я пока мучить не будем, но по итогам 17-го каталога интервью возьмем, ладно, на эту тему. Хорошо. Пойдем дальше. Посмотрим, кто что делает. Это у нас Мальвина. У Мальвины очень красивое имя. Мальвина, извини. Ты обзвоном где занимаешься? Да. С ключевой командой, да, общаемся? Все. Прости, извини, не будем отвлекать. Все, погнали дальше. Так, давайте смотреть. Света Камкина у нас. Что-то тут закопалось, как бухгалтер в своих бумагах. Светлана, кому звонишь? Марине Лорщиковой. А, Марине, привет, передавай. Да, мне Эдуард как раз спрашивает, кому я звоню. Прямой эфир ведем. Прямой эфир, да. Так что смотри, это президентская команда в сториз. Да, 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 ты там есть. А ты, сейчас, извини, Марин, извини, я чуть-чуть несколько вопросов сейчас задам, Светлане. Ты сейчас кому делаешь звонки? Лидерам, которые в первой основной весе прозванивают тех, кто... Ну, лидеры, которые работают, которые научаются, которые поздравляют, спрашивают. Таким, у кого из их команды я могу тоже поздравить. Поздравить, похвалить, да, получается? Отлично. Спасибо, спасибо. Так, давай, сейчас я пойду. Так что, ребята, смотрите, да. Вот так же, да, надо держать? Вот, да, чуть понежно. В общем, смотрите, обязательно запомните, да, то есть хвалить, хвалить, хвалить и еще раз хвалить, ребята. Чем больше будете хвалить, тем меньше придется ругать людей. Это стопроцентно и проверено. Обязательно сегодня позвоните каждому партнеру своей команды, кто в прошлом каталоге сделал заказ. Каждому позвоните. Не жалейте, ребят, слов похвальбы. Не жалейте сказать теплое слово. Не жалейте просто сказать, то есть ты молодец, спасибо тебе за твой пример. Поговорить, задать вопрос. Знаете, самый ключевой вопрос, чем я могу быть тебе полезен? Запиши мой номер телефона и оставь его на всякий случай. Если вдруг тебе нужна будет моя помощь, позвони обязательно. Все. Ребята, это ничего вам не стоит. Это несколько минут, но вот это внимание, оно стоит очень дорого. Так что всем нам крутятского нового 16-го каталога. Сейчас у нас перекус. Здоровый перекус. Это то, чем мы завтракали сегодня утром как раз. Полноценное питание. Где у нас мужчины? Балтать. Да ладно. Ты думаешь, только мужчины так умеют. Ну, у них лучше всех получается. Нет. Саня, ты слышишь? Сделай звонки каждому активному партнеру. Слышишь? Прям каждому. Ну, как ты будешь... Вы получили приз от компании Арифлейм. Новый автомобиль Ауди А3. Поздравляю вас. Нет. Конечно нет. Конечно нет. Рядом со мной сидит Эдуард Васильев. Знаете такого? Да, все. Я уже побарабану. Я уже красавчик. Просто выиграл. Я уже здесь готова. Четыре. И на это время... Пять. Четыре. Добрый день, дорогие друзья. Всем привет из Москвы. Мобиль Ауди А3 достается... Добрый день. Сайдарова Надежда. Филиал Казань. Дорогая Екатерина, огромный привет вам из офиса компании Арифлейм в Москве. Поздравляем вас. Ауди А3 ваш. Нет, звука нет. Все, мы не в эфире. Вот так выглядят рабочие будни. Это воскресенье. Хочу напомнить предпринимателю сетевого бизнеса. Кстати, друзья, Наталья Секровна, это для блога. Скажите, пожалуйста, вот вы сотрудник компании, но при этом вы вырастили очень многих лидеров. Как считаете, от чего зависит успех в сетевом бизнесе по-вашему? Я не вырастила, мы росли вместе. В этом самый главный секрет успеха между врачом. Когда растем вместе, когда челленджем друг друга, когда поддерживаем друг друга, когда есть партнерство, когда есть общий цель, в принципе, это достаточно, чтобы растем. А все остальное дает партнер. Итак, друзья, ну вот так прошел у меня сейчас первый опыт такого прямого эфира. Интересный довольно-таки опыт, хочу вам сказать. И добавлю одно. Ну, знаете, вот сегодняшнее воскресенье – это одно из, один из воскресных дней, то, как у нас проходит. Сразу хочу вам сказать, ни одно воскресенье не похоже на другое. Они разные, интересные, и вот эти вот разносторонние события, а это одна из мотиваций, которая, ну, меня очень сильно вдохновляет. Потому что вы видели, да, сегодня новые люди, новые задачи, новые интересные вызовы были, да, новый опыт, новые знакомства. Так вот, если вам интересно именно, интересен такой стиль жизни, помимо того, что здесь есть хорошие материальные возможности, пишите, опять же, да, пишите комментарии, пишите мне в личку, подписывайтесь в Инстаграм. Мы сейчас развиваем новые команды, мы запускаем в развитие новых партнеров. Если вам интересен сетевой бизнес, вы присматриваетесь к нему, то добро пожаловать в нашу команду. Легкой жизни не обещаю, но будет очень интересно и выгодно.